Не более 2000 гектаров в одни руки. Ограничения на торговлю сельхозземлёй, которые Сейм разрабатывал 2,5 года и принял накануне, не решат проблему спекулятивных сделок на рынке. Так считают специалисты отрасли. Иностранные фонды продолжают скупать латвийскую землю, возможно, лишь в чуть более скромных объёмах. Подробности у Сергея Герасимова. Агрис Вейде – владелец биохозяйства средних размеров. Ему принадлежит около 200 гектаров и 250 голов скота в Эцумнеке. Агрис говорит, часть земли в округе уже принадлежит крестьянину из Германии. Поля обрабатывает химией и даже ухитряется разливать эту химию на моих площадях. Поправки, которые Сейм принял накануне, должны исключить ситуацию, при которой участки крупнее 2000 гектаров уходят в руки иностранцев, говорят в Сейме. Да, у них есть деньги, и они могут платить за землю куда больше латвийцев. Так и скупают лучшие участки. Подсчётов, сколько земли иностранцы уже скупили, нет. По неофициальным данным, около 15%. Часть земель действительно обрабатывается, но нередко они сдают поля в аренду тем же местным крестьянам. Это иностранные фонды, пенсионные, разные там фонды, которые ясно знают, что земля пока в Латвии ещё дешёвая по сравнению с Европой. Остальными государствами они ещё тут закупают, и они надеются на большую прибыль, когда цены на землю поднимутся. Но, по словам Агриса, изменения, принятые парламентом, спекулянтов не остановят. Ведь участков, крупнее разрешённых к продаже 2000 гектаров, в Латвии совсем мало. Человеку, не связанному с сельским хозяйством, довольно трудно осознать масштаб проблемы и что такое 2000 гектаров. К примеру, 2000 гектаров – это расстояние в 20 раз больше, чем до того леса за моей спиной. Из 64 тысяч сельских хозяйств в Латвии таких только 20. Поэтому не всем понятно, что именно депутаты Сейма пытались ограничить. Запретить продавать нужно было сельхозучастки крупнее 500 гектаров. Таких в Латвии порядка 400. На ряд проблем указывают и в компаниях по продаже недвижимости. Помимо ограничений, которые даны в размерах наделов до 2000 гектаров, которые можно было бы обойти, регистрируя, например, несколько юридических лиц, там есть также пункты, связанные с тем, что самоуправление будет наделено определенными правами, как бы устанавливать дополнительные ограничения на приобретение земли. Что это будет за ограничение? Ну, пока тоже, например, мне лично непонятно. В Сейме говорят, эти поправки пока остаются компромиссными, чтобы хоть какие-то сделки на рынке земли происходили. К слову, поправки также предполагают, что сельхозземлю в Латвии любой площади сможет купить только тот, кто докажет, что занимается именно сельским хозяйством. Означает ли это, что сельским хозяйством придется заниматься всем, кто хочет прикупить домик с землей в сельской местности, пока не ясно. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.